Добрый день! Спасибо большое за очередную возможность поделиться идеями и видением того, что у нас возможно сделать в электроэнергетике в части низкоуглеродного развития. Ну, хотел бы начать с того, что, конечно, говоря о низкоуглеродном развитии, об энергопереходе, если посмотреть на цифры, то процесс такой структурной трансформации в энергетике в целом, он идет достаточно инерционно. Если сравнить за 15 лет, то изменения, связанные с увеличением доли неуглеродных энергоресурсов в общем потреблении энергии, оно в целом по миру вообще составляет доли процента. Оно, скажем так, заметно несколько процентов составляет в Штатах и побольше в Европе. То есть процесс перехода на новые виды неуглеродных ресурсов идет очень медленно, инерционно, потому что действительно этой технологии, это длинные жизненные циклы технологии, это деньги, инвестиции, конечно, нельзя подзорвать всю энергетику и сразу сделать новую. Конечно, вот здесь отличается ситуация в электроэнергетике, поскольку отрасль объективно может использовать, вовлекать все типы энергоресурсов, в том числе и все возобновляемые ресурсы, и гидроэнергию, и атомную энергию, которая тоже безуглеродная. Здесь, конечно, ситуация другая. Электроэнергетика является более гибкой, наиболее, скажем, гибким сектором экономики, который может в первую очередь реализовывать эти трансформации. Мы видим, что здесь изменение вот этой доли неуглеродных источников, оно и по миру заметно, и в развитых странах, там и Штаты, и ЕС, конечно, оно очень ощутимо. В странах развивающихся это изменение, в принципе, тоже с разной степенью существует. Китай уже тоже переходит на это дело в электроэнергетике, на эту перестройку. И, наверное, эти тенденции будут усиливаться, темпы будут увеличиваться, поскольку, если все страны в той или иной мере разделяют цели низкоуглеродного развития экономик, то, конечно, всегда рассматривают два крыла как бы вот этого низкоуглеродного развития. Одно – это энергоэффективность во всех смыслах снижения удельного потребления энергии на единицу роста экономики. С другой стороны – это замещение органического топлива безуглеродными технологиями. И здесь, конечно, если посмотреть на эти технологии, то по удельному вкладу в электроэнергетике разные типы электростанций безуглеродных, ну, скажем так, потенциал вот этого замещения имеют разный. На один и тот же гигаватт мощности электростанции, из-за того, что разные типы электростанций работают атомные 90% в году, а солнечные 15% в году, конечно, их вклад в замещение электроэнергии, вырабатываемой угольными или газовыми электростанциями, конечно, кратно различается. И это тоже очень важный аспект, влияющий на выбор оптимальной структуры, вот этой технологической структуры для этой низкоуглеродной трансформации. Поэтому, поскольку электроэнергетика является такой наиболее гибкой частью и тэка, и экономики в целом, с точки зрения вот этого низкоуглеродного адаптации, то, конечно, можно видеть, что в развитых странах, в крупных странах, и эмиссия парниковых газов в электроэнергетике снижалась быстрее, то есть объем эмиссии парниковых газов в электроэнергетике снижался быстрее, чем в целом по экономике. А в развивающихся странах ситуация другая, там по-прежнему еще актуальны вопросы энергообеспечения быстрого экономического роста, и там еще пока идет рост эмиссии парниковых газов. И в этой ситуации электроэнергетика является тоже опережающей отраслью, поскольку нужно больше и больше электроэнергии уже любыми пока еще способами. И поэтому, прежде всего, выбор идет в пользу угля, в пользу газа, реже в пользу атомной энергии. И здесь пока еще идет экстенсивный рост, где-то, наверное, на горизонте 35-го САКО, в этом мы увидим пик и, возможно, дальше снижение. Значит, что касается нынешнего состояния электроэнергетики России в части того, насколько она углеродно-интенсивная электроэнергетика, насколько велик углеродный след, то, конечно, у нас ситуация достаточно хорошая, потому что структура энергоресурсов, используемых для производства электроэнергии, у нас уникальная. Основную часть составляет газ с относительно низкоудельной эмиссией СО2. Четверть составляет безуглеродные энергоресурсы. Если сравнить с среднемировым уровнем или, допустим, с китайским тем более, то уделенные выбросы СО2 на производимый киловатт-час электроэнергии достаточно низкие, в принципе, сопоставимые с европейским уровнем. Просто европейский уровень достигнут в результате быстрого снижения этого показателя, а мы и раньше находились на относительно низком показателе. Поэтому, поскольку мы как бы на полочке, то расслабляться не следует, и понятно, что все остальные дальше будут этот показатель снижать, и нам нужно что-то как-то к этому быть готовым и как-то на это реагировать. Возможности для этого широчайшие – это, конечно же, производство электроэнергии на неуглеродных источниках, это повышение эффективности использования топлива, и это использование газа, и это когенерация тепла и электроэнергии, о которой сегодня говорили, и это замещение частичного угля газом, в том числе в восточной части страны, по мере расширения зоны газификации. То есть ситуация, которая в 80-х годах произошла в европейской части России, она также в определенных масштабах экономически эффективных повторится и дальше в восточных регионах. Для того, чтобы перейти от формулирования буллетов к цифрам, а сколько же нужно сделать, чего нужно сделать, главное, сколько это будет стоить, мы используем разные модели математических инструментарий. Одна из наших моделей – формирование оптимального плана развития электроэнергетики с учетом прогнозных потребностей в электроэнергии регионов, в тепле, в мощности для того, генерирующей с учетом ограничений или условий топливоснабжения электростанций. Классическая модель – least cost planning, в которую, имитируя вот эти вот новые возникающие требования по низкоуглеродному развитию, могут быть введены либо прямые ограничения на годовые объемы и месяц СО2, ну, допустим, условно в кавычках вводим квотирование выбросов от электроэнергетики, там, стабилизация и снижение на сколько-то процентов, либо можно ввести плату за выбросы СО2 в виде углеродного платежа за весь объем выбросов или за какой-то объем сверх этой квоты и так далее. Значит, мы посмотрели оба варианта. Мы посмотрели сценарий, когда, если принимается решение, что низкоуглеродное регулирование будет идти по сценарию квотирования, и, скажем так, другим отраслям электроэнергетики явно или неявно будут спущены некие ограничители, насколько надо снизить выбросы СО2. Здесь мы рассмотрели ситуацию, когда они могут стабилизироваться на существующем уровне, либо снизиться на 30% в 50-м, вот такой диапазон. Ну и видно, конечно, что для того, чтобы эти ограничения выполнить, в электроэнергетике нужно существенно изменить технологическую структуру по сравнению с той, которая есть сейчас. По мере ужесточения этих выбросов, конечно же, увеличивается сектор неуглеродной энергетики, сокращается сектор тепловых электростанций, но при этом сами тепловые электростанции качественно меняются. Это прежде всего растет теплофикация, наиболее эффективные технологии производства электроэнергии тепла и самые современные технологии использования газа с КПД 55-60%. Здесь есть одна развилка. Развилка, связанная с атомными электростанциями. В принципе, у нас уникальные достаточно условия с точки зрения атомной энергетики. Страна мировой технологический лидер обладает полным циклом атомной промышленности, компетенциями в проектировании строительства атомных электростанций и есть наработки по новым блокам. В принципе, экономика атомных электростанций, так как она сейчас видится, позволяет в России рассматривать их как вполне конкурентоспособную альтернативу тепловой энергетике уже на среднесрочном горизонте. И, конечно, с учетом вот этого вклада наибольшего атомной электростанции удельного в снижении выбросов СО2, конечно, это достаточно привлекательная технология с точки зрения вот этого низкоуглеродного развития. И поэтому есть сейчас некоторые планы, стратегии, насколько сильно должна развиваться атомная энергетика. Если эти планы учесть, то ее вклад достаточно ограничен в это сдерживание, снижение эмиссии. И вынуждены приходится нам переходить на более дорогие источники возобновляемой электроэнергетики. Если же это ограничение снять и рассмотреть более амбициозный план развития по атомной энергетике, то у нас получается возможность выполнить эти ограничения с другой технологической структурой, с большей опорой на АЭС. И что важно, то что эти решения оказываются с точки зрения совокупных затрат экономики на энергоснабжение более привлекательными. Если мы посмотрим, вот суммарно дисконтированные затраты, аналогичных вариантов, реализуемых при больших объемах атомной генерации, оказываются заметно ниже, чем при ее ограничении. Ну и здесь видно, как меняется структура технологическая в разных вариантах и, конечно, в одном случае возобновляемая энергетика и теплофикация являются такими драйверами снижения эмиссии в ограниченных объемах АЭС. В другом случае, если АЭС развивается более быстро, то они становятся ключевой технологией декарбонизации. Конечно, любое снижение эмиссии СО2 в электроэнергетике – это дорогое удовольствие. Это требует дополнительных инвестиций, и это требует совокупных в итоге дополнительных затрат на энергоснабжение. Наши оценки показывают, что каждый процент снижения эмиссии от отчетного уровня потребует примерно 2-2,5% роста суммарных капиталовложений и достаточно заметного в долях процента роста совокупных затрат. К этому показателю это серьезное увеличение. Вадимович, одна минута у вас, пожалуйста. Все, да, хорошо. Ну и тогда динамика цен электроэнергии. Там были просто инвестиции, просто совокупные затраты. Дальше, когда мы переходим к тому, какой должна быть цена электроэнергии, мы видим, что, конечно, выполнение этих ограничений по эмиссии требует достаточно сильного и быстрого увеличения среднеотпускной цены электроэнергии, чтобы сформировать необходимый объем финансирования. И это, пожалуй, главный такой вызов для низкоуглеродной трансформации в электроэнергетике. Когда мы должны сбалансировать, с одной стороны, цели вот этого низкоуглеродного развития технологического обновления, с другой стороны, определить, а сколько экономика и общество готовы платить за эту низкоуглеродную трансформацию. В каждой стране этот баланс ищется. Европа нашла свой баланс с сочетанием возобновляемой энергетики определенного уровня цен электроэнергии. В Соединенных Штатах сложнее, но тоже как-то баланс этот найдется. Мы у себя здесь этот баланс тоже должны найти. Причем это, конечно, политическое решение, но это политическое решение должно опираться на очень детальные, честные, подробные, количественные экономические оценки. И здесь, я думаю, очень важно как раз нам более интенсивно работать и совместно с коллегами из НП и из других институтов, и с СПП, потому что бы выйти на действительно консенсусное видение, а что, какого рода низкоуглеродное развитие оптимально будет для нашей экономики. Спасибо большое. Федор Вадимович, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.